Добрый день. Будем начинать. Рады приветствовать тех собравшихся на открытой лекции «Пси-фо-пси». Это открытая лекция «Территория сексуальности» проводится в рамках курса «Повышение квалификации психологов. Сексуальность, норма и дисфункция». Ведет сегодняшнюю лекцию и этот курс Андрей Хованов. Рады приветствовать. Андрей, добрый день. Здравствуйте. Можем начинать, да? Правильно я понимаю? Сейчас я расскажу немного о курсе. Этот курс состоит из трех модулей. Мы разберем особенности мужской сексуальности, женской и парных отношений. Он начнется уже в ноябре, 15 ноября, первый модуль. Итак, сегодня мы с вами на открытой лекции поговорим, как узнаем о том, как говорить компетентно о сложном. Как психологу разговаривать о сексе и сексуальных проблемах. Передаю слово ведущему. Андрей, пожалуйста. Спасибо большое. Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Хованов Андрей. Я врач-психиатр, психотерапевт, сексолог. Хочу еще немножечко добавить, рассказать про себя, чтобы вы понимали, собственно говоря, кто и чем я занимаюсь, и какие в основном, какие точки зрения у меня есть на человеческую природу, его нарушения и в том числе на сексуальность. Значит, я по образованию врач-психиатр. И, соответственно, имея такое вот фундаментальное биологическое образование, я стараюсь понимать, и в первую очередь, наверное, понимаю человека, его природу, и в том числе природу его сексуальности с вот этих вот позиций. Мне очень близко, я в значительной степени опираюсь на теорию эволюции. И если говорить о психологии, то мне наиболее симпатична и близка культурно-историческая психология. Если говорить о моем формате работы с пациентами в качестве психотерапевта, то я являюсь когнитивно-поведенческим терапевтом, и в частности, кроме классического КПТ, пользуюсь в том числе такими разновидностями терапии, как схемотерапия и терапия, сфокусированная на сострадании. Это вот чтобы вы лучше понимали, так сказать, контекст специалиста, который будет вам эту лекцию рассказывать. Значит, лекция называется «Территория сексуальности» о том, как разговаривать с… В общем-то, было предложено мне сделать вот эту открытую лекцию в преддверии этого курса, как уже сказала Галина, и я размышляю над тем, что могло бы быть вам полезно и интересно, и из чего разумно было бы, наверное, начать. Выбил такую тему о том, как вообще разговаривать с клиентами о сексуальности. Я думаю, что рано или поздно в практической работе всякого специалиста возникает такая необходимость, иногда потому что специалист сам до этого, до этой области дозревает, или изначально в ней специализируется, вот, а также потому что рано или поздно кто-то из клиентов обязательно эту тему как-то поднимет, вот, и в этот момент желательно, конечно, быть к этому в какой-то степени готовым. Вот, я сейчас включу презентацию, разговаривать с клиентами о сексуальности. Ну, для начала, наверное, важно ответить на вопрос, зачем вообще разговаривать о сексуальности, и уже немного предваряя это, я рассказал о том, что, да, вот, существуют разные ситуации, когда эта тема так или иначе поднимается. Ну, если давать короткий ответ, зачем вообще это делать, то это важно и для психического здоровья, и для качества жизни человека. Вот я уже упомянул о том, что я в значительной степени опираюсь на эволюционную теорию в своем понимании, и интересная мысль, которая очень часто транслируется эволюционными психологами, эволюционными биологами, заключается в том, что вообще на самом деле наше поведение в конечном счете, оно завязано на репродукцию. То есть все, что мы делаем так или иначе, прямо или косвенно, там где-то в самой глубине, в самом корне природы этого поведения, необходимость в успешном репродуктивном поведении и в передаче генов дальше. Интересно, что вот сексуальность вообще, место сексуальности в психике человека, оно… сексуальность в понимании психики человека, когда занимала разное место, когда-то Фрейд об этом заявил достаточно громко, создав свою концепцию, предложив свою концепцию. С тех пор много воды утекло, эта концепция многократно критически пересматривалась, и в какой-то момент пришли к выводу, что вроде бы не все настолько завязано на сексуальности, но во второй половине 20 века природа психического стала пониматься, в том числе с эволюционных позиций, и стала выясняться, что вообще-то на самом деле глубинная идея Фрейда, я не говорю о его концепции, о модели психического, да, глубинная концепция Фрейда, глубинная идея Фрейда, она вообще-то была верна, что действительно сексуальность пронизывает все поведение человека, и в общем-то все, что мы делаем, так или иначе в конечном счете, это отражение нашего репродуктивного поведения. Вот. С одной стороны, возвращаясь к вопросу, зачем разговаривать с человеком о сексуальности, потому что вообще-то на самом деле это фундаментальный движитель нашего поведения, наших переживаний. С одной стороны. А с другой стороны, нет ни одной психологической проблемы, которая так или иначе бы не отражалась на сексуальной сфере, и если мы возьмем эффективные расстройства, депрессивного спектра или тревожного спектра, то, в общем, понятно, что это так или иначе отражается на сексуальности человека, например, приводя к снижению сексуального влечения, или сексуальной ангидонии, или синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи, или к анаргазмеям и прочим другим сексологическим расстройствам и синдромам. Вот. И, в общем-то, какую бы мы психологическую, на первый взгляд, проблему бы не взяли, мы можем где-то там внутри себя предполагать, что она так или иначе отражается на сексуальности. Я предлагаю, наверное, выделить три таких возможных сценария, где, в общем, возникает необходимость разговаривать о сексуальности. Первый – это ситуация очевидного запроса, когда клиент, который к вам обращается, он об этом открыто и говорит, он заявляет это как проблему. Второй вариант – это так называемый скрытый повод, когда клиент предъявляет ряд проблем, ряд трудностей, ряд симптомов. Где-то внутри он осознает, что у него есть сексологические нарушения, сексуальные трудности, сексуальные проблемы, но он не решается это сделать по разным причинам. Ну и, наконец, третий сценарий, когда человек не осознает связи с его основной проблемой и влияние основной проблемы на его сексуальность, либо просто они не увязываются у него, слишком как-то неочевидная связь этих вещей, либо количество симптомов настолько разнообразно, что в этом массиве сексуальные нарушения просто-напросто тонут и не видны. Вот три таких, на мой взгляд, гипотетических ситуации, когда возникает необходимость с человеком разговаривать о сексуальности. Если в первых двух, в общем-то, об этом разговаривать можно и нужно прямо, потому что есть более или менее открытый прямой интерес, то в третьем случае, этот третий случай, он скорее диагностический. То есть вы могли бы таким образом, исследуя ситуацию человека, формируя представление о его проблеме, создавая концептуализацию его трудностей, в том числе учесть и эту сторону, и эти проявления трудностей. Я дальше вам немножко расскажу о том, какие существуют стратегии ведения беседы, обследования. Пока, наверное, оставлю вот эти три сценария покоя. Значит, дальше мы, давайте, мы коснемся такого важного момента. Мы говорим о сексуальности, и вроде бы как-то нам каждому это отзывается. Но и вроде бы даже я упомянул о том, что сексуальность так или иначе, на сексуальность так или иначе завязаны все формы поведения человека. Но как же нам выделить, и что именно выделить из общего континуума поведения и переживаний человека, что мы могли бы отнести к сексуальности? Ну и простой, короткий ответ, который, мне кажется, можно держать в фокусе своего внимания, беседуя с человеком, что сексуальность состоит из идентичности, функционирования и отношений. Собственно говоря, я здесь это выделил курсивом, чтобы у вас это было. Вы могли это сразу выделить глазами. Ну а дальше я расскажу вам об этом чуточку подробнее. Что же такое идентичность? Ну идентичность – это элемент я-концепции человека. Или в отечественной традиции мы называем это половое самосознание, как себя определяет в плане половой принадлежности человек. Это довольно сложно организованное явление, идентичность. Она выстраивается, она имеет многомерную природу. Я сейчас не буду о ней говорить подробнее. Просто вот обозначу одну из важных компонентов сексуальности. К вот этому половому самосознанию очень близко такое понятие психосоциального пола или называется иногда гендер. Чаще всего так и называется гендер. То есть под гендером имеют в виду некий репертуар, которым человек должен располагать и которым он должен пользоваться для того, чтобы вести себя определенным образом в обществе согласно своей половой принадлежности. То есть иными словами, если я мужчина, как я должен себя вести, как я должен переживать, как я должен говорить, как я должен совершать действия, как я должен себя вести. Ну и, соответственно, для женщины таким же образом гендер устроен. Значит, если говорить о биологическом поле, то его нарушения, они относительно редки, хотя и встречаются в сексологической практике. Не исключено, что, может быть, и вы с этим столкнетесь, то вопросы полуролевого поведения, они гораздо более распространенные. И некоторое субъективное недовольство вот этим своим полуролевым соответствием, оно встречается очень часто в виде недовольства мужчин собственным телом или собственным поведением или своими какими-то личностными особенностями. Мужчина может говорить, что там я слишком маленький, или я слишком аспиничный, или я слишком грацильный, или я какой-то очень мягкий, я ненастойчивый, я очень добрый. А это все будет свидетельствовать о некотором его внутреннем конфликте с недостаточным соответствием этому самому гендеру. Ну и, соответственно, для женщины жалобы могут быть схожими. Вот эти два момента, они, в общем-то, идентичность и составляют. Здесь очень близко примыкает и частично пересекается такое явление, как сексуальная ориентация и сексуальные предпочтения. Сексуальная ориентация – это то, на кого, собственно говоря, сексуальное поведение направлено, что возбуждает человек. Это, если говорить очень просто, если бы довольно просто, но, на самом деле, сексуальная ориентация и ее исследования показывают, что она тоже имеет довольно сложную многомерную природу. Но мы здесь не будем погружаться в эти детали, а просто ее обозначим как тоже компонент сексуальности. Следующее – это сексуальное функционирование. Это непосредственно, если говорить максимально конкретным языком, то как человек реализует свою сексуальность, конкретного действия в половом акте. В общем-то, все функциональные нарушения, сексуальные дисфункции, они связаны с вот этим. И если вы будете заниматься этой темой, будете об этом разговаривать с клиентами, они будут в том числе сообщать о нарушениях вот этого плана. И чаще всего, мне кажется, они как раз о нарушениях этого плана. И говорят о том, что недостаточная эрекция, или она не возникает, или она пропадает, и сухость влагалища, или напряжение мышц, или боль во время полового акта, например. Вот это все относится к категории сексуального функционирования. Ну и, наконец, последняя компонента – это партнерские отношения. Потому что вся эта сексуальность, она разворачивается не только в субъективном мире человека, в пространстве его отношений с самим собой, но, конечно же, все это разворачивается в пространстве отношений с другим человеком, с партнером. Вот. Собственно говоря, это для того, чтобы у вас были некоторые ориентиры. А что значит вообще сексуальность? О чем конкретно разговаривать нужно с человеком? Теперь. Значит, разговаривать о сексе довольно трудно. Ну, это не мое сугубо личное мнение. Возможно, кто-то из вас когда-то сталкиваясь с этим это испытывал. Я не встречал пока там своих коллег, кому это было бы очень легко и просто во всяком случае с самого начала. Значит, трудности в этой коммуникации, они двусторонние. С одной стороны, они связаны с трудностями клиентов. О сексе разговаривать трудно, потому что трудно клиенту. А с другой стороны, о сексе трудно разговаривать, потому что трудно самому консультанту. Вот. Значит, начнем с трудностей с клиентской стороны. Если говорить очень коротко, то тут эти трудности завязаны на культурный табу, на его внутренние предубеждения, вот индивидуальные, и на дефицит навыка или неумение разговаривать о сексуальности, разговаривать о сексуальности. Значит, культурный табу, ну, мы все так, носители, как представители какой-то культуры, особенно там для России, это особенно справедливо, потому что у нас такое мультинациональное государство и огромное количество всяких культур, субкультур. Вот. И, в общем-то, нет ни одной культуры в мире, на планете, где так или иначе, которая бы так или иначе не регулировала бы сексуальное поведение своих носителей. Ну, собственно говоря, с одной стороны, это очень важно и нужно, регуляция, с другой стороны, она часто носит такой парциально архаический характер, то есть, где-то в каких-то моментах она довольно, ну, такая древняя, устаревшая и на самом деле скорее препятствующая здоровому сексуальному функционированию человека. Поэтому во всех культурах вот это вот есть различные табу, запреты и ограничения так или иначе связанные со сексуальным поведением. Усваиваясь человеком, преломляясь сквозь его там восприятие, сквозь его психическое, они превращаются в его внутренние предубеждения. Значит, вообще, в принципе, тема предубеждений, она в сексуальности, в сексологии очень и очень важная, она часто почти что доминирующая, потому что люди, ну, люди, они определяют свое сексуальное поведение через свою картину мира, что можно, что нельзя, что должно, что не должно, вот, это все превращается в такой их внутренний, ну, так сказать, это все называется их внутренний сексуальный сценарий, вот, которым очень часто имеют место быть различные искажения, вот, мифы и предубеждения, которые, от которых страдает сам человек и страдают там его партнеры и партнерские отношения. Вот, поэтому это второе препятствие, которое мешает разговаривать о сексе клиенту. Ну, и, наконец, третье, учитывая все вышесказанное, учитывая те ограничения, которые есть в человеке, да, это приводит к тому, что человеку иногда не то, что, не то, что разговаривать с кем-то об этом трудно, ему трудно об этом думать, ему трудно с этим, с этой стороной себя соприкасаться, каким-то образом осмыслять свой собственный там физиологический, физический, телесный, да, и психический опыт, вот, и очень часто там сталкиваемся с тем, что человек говорит, я не знаю, я никогда об этом не думал, я даже не знаю, какие слова подобрать правильные. Значит, если говорить более конкретно, то что же мешает клиенту разговаривать о сексе, это такие чувства, как стыд, вина и тревога, за этим стоят обычно представления, что это слишком лично, это не имеет отношения к проблеме, давайте мы не будем это трогать, вот, и внутренние опасения, что меня осудят, если я расскажу, посчитают, что это какое-то сексуальное извращение, аномалия, ну, и в конечном счете некоторым клиентам об этом трудно разговаривать, потому что, возможно, это еще и не лечится. Второе, это ограниченное сознание, дефицит навык и лексикона, как я уже упомянул, да, что человек говорит, я никогда об этом не думал, я не знаю, как это описать, и в этом плане человеку трудно, мы иногда видим, что слова не находятся, вот, слова не находятся. Ну, и, наконец, третье, это недоверие консультанту, человек не уверен, достаточно ли, может быть, сомневаться, достаточно ли вы разбираетесь, сможете ли вы вообще его понять, сможете ли вы компетентно ему помочь, ну, в общем-то, человек имеет право, конечно же, так думать, вот, ну, и тут имеют место быть еще и переносы, которые вообще, в принципе, в практике сексологии, довольно распространенные, регулярные явления, и сексологам, людям, занимающихся сексологической практикой, особенно нужно быть в этом плане внимательными, потому что, если мы посмотрим, потому что женщинам разговаривать с мужчинами, сексологами сложно, мужчинам разговаривать с женщинами, сексологами сложно, как раз это приводит к тому, что если мы посмотрим на контингент клиентов у сексологов разных полов, то мы увидим, что довольно сильную разницу, вот это такая заметная особенность о этой клинической отрасли. Но несмотря на все трудности, о которых я сейчас перечислил, на самом деле клиенты тайно желают быть услышанными, они хотят с кем-то поговорить и хотят с кем-то поделиться, они хотят об кого-то подумать, так как иногда звучит, хотел бы об вас эту тему подумать. Ну и я довольно часто слышу о том, что, вы знаете, я вообще впервые об этом с кем-то открыто разговариваю, это помогает человеку выразить свои переживания, попробовать отыскать подходящие слова. Мы знаем, что когда человек разговаривает, он мыслит, это помогает ему дополнительно эту тему как-то для себя осознать и уже терапевтически прорабатывать, структурировать, упорядочивать, осознавать, формировать к этому какое-то отношение. Поэтому разговаривать с клиентами можно и нужно, хотя это трудно. Дальше. Почему разговаривать о сексе сложно консультанту? Как я уже упомянул, это проблема двусторонняя. И нам тоже, в общем-то, так же бывает сложно, как клиент. Ответ точно такой же – культурное табу, предубеждение и неумение. Разговаривать, дефицит навыка. И нам, людям, которые занимаются этой областью, особенно нужно заниматься образованием, просвещением, знакомиться с современными представлениями о сексуальности, о том, что происходит в современном мире, как она меняется и трансформируется. Она довольно интенсивно меняется и трансформируется, усложняясь, обогащаясь. Ну и, конечно, безусловно, тренироваться в том, чтобы об этом разговаривать. И некоторые коллеги, западные коллеги, они рекомендуют практиковать разговор для начинающего специалиста, например, с пустым стулом или поговорить с другим коллегой, порепетировать, чтобы, скажем, вы в том числе научились произносить слова, которые редко встречаются в нашей повседневной жизни, опять в связи с различными табу и предубеждениями, чтобы вы поранировались произносить их вслух и называть вещи своими именами. В сексуологии это очень-очень важно. Итак, собственно говоря, теперь, если поговорим конкретнее, с какими трудностями консультант обычно сталкивается. Первое – это опасение нарушить границы. Я начну об этом разговаривать, я не знаю, как я буду понят. Человек это может задеть, он может почувствовать себя дискомфортом. Дискомфорт – это слишком личное. Следующее – это опасение выглядеть зацикленным на сексе. Если я буду об этом разговаривать, не подумает ли человек, что мне только это надо, и я вообще чего-то доезу. Вот это вот все. Собственно говоря, опасение выглядеть смущенным. Тема сексуальности, она очень эмоционально заряжена. Я не знаю, кто, возможно, только люди, ну, ладно, не буду сейчас строить каких-то догадок, потому что я думаю, что есть люди, конечно, которые могут об этом разговаривать без изменения частоты сердечных сокращений. Но на самом деле, мне кажется, что большинство людей в это так или иначе эмоционально включаются. И особенно, и когда речь заходит об области сексуальности или об особенностях аномалии сексуального поведения, сексуальных переживаний, то довольно могут возникать различные эмоциональные реакции. Это может порождать вот такую тревогу у терапевта, что моя неловкость будет очевидна, как человек ее заметит, что он об этом подумает. Но это опять нас завязывает на другие различные внутренние опасения. Ну, например, опасение выглядеть некомпетентно. То есть если я краснею и смущаюсь, подумает ли человек, что я не понимаю или не знаю, что с этим делать. Вот. Опасение выглядеть некомпетентно. Я не знаю, как это оценить. То есть вот вы слышите, это вообще нормально, то, что вы слышите. Как к этому относиться? Это вообще вопрос для сексологии вообще очень-очень актуальный. Вопросы нормальности, тема нормального и аномального сексологии, она многократно пересматривалась. Имеется устойчивая тенденция к расширению границ нормальности. Сейчас сексуальное поведение рассматривается как очень и очень вариативное, с широкого разнообразия. А 20 лет, 30, 50 или даже 100 дела обстояли совершенно по-другому. И то, что сейчас расценивается как вариант нормы, раньше для этого был отдельный диагноз. Например, когда речь касается гомосексуальности. Поэтому опасение выглядеть некомпетентным, оно завязано на представлении, на мысль о том, что я не знаю, как это оценить. Также есть риск столкнуться с переносом. Не исключено, что то, о чем будет рассказывать клиент, так или иначе будет отзываться самому специалисту. Если специалист сам не знает, он как-то испытывал трудности с этим или продолжает испытывать с этим трудности, то могут возникнуть сложные неоднозначные реакции и возникнет высокая вероятность избегания соприкасаться с этой темой. Также есть трудности в подборе слов, которых я уже с вами упоминал. Ну и, наконец, собственно говоря, не иметь схемы лечения. Или я не знаю, ну и все, я выслушал, вроде бы расспросил, вроде какая-то картина сложилась, что с этим делать. Вот. Ну, несмотря на те трудности, которые есть, надо сказать, что большинство из них встречаются на ранних этапах работы. Они все разрешаемы. Они обычно так или иначе разрешаются с накоплением опыта. Вот. С погружением в эту тему, с формированием каких-то своего профессионального багажа. Вот. Но, тем не менее, есть ряд определенных ключевых компетенций специалиста, который занимается сексологией. Так, что же такое ключевые навыки консультанта, которые следует развивать, тренировать, осваивать, развивать и тренировать? Значит, первая половина, она связана с, ну, в общем-то, с базовыми компетенциями специалистов области психического здоровья. Ну, по мере движения этого списка вниз, который здесь представлен, они начинают обретать некую специфичность для сексологической практики. Значит, первое – это создание комфортных и доверительных отношений. Ну, тут важные моменты и важные детали, что тема сексуальности, она очень интимная. Она требует особенного внимания к тому, чтобы человеку было комфортно, было спокойно и было безопасно. Ну, такие базовые вещи, как достаточно тепло, достаточно светло и хорошо шумоизолировано – это вообще очень важно. Чтобы никто не входил, не выходил из кабинета, никто не ходил по коридору, не были слышны какие-то голоса, максимально сделать эту ситуацию доверительной и безопасной, и люди будут тогда свободнее на эту тему разговаривать, и вы сможете больше собрать информацию и лучше понять, и быстрее помочь человеку. Следующее – это эмпатичное слушание. Это открытые вопросы, побуждающие человека разговаривать о его сексуальных переживаниях, не требующих к нему какого-то конкретного ответа. То есть, можно задать вопрос так – вы мастурбируете? Человек скажет – да. Ну, а дальше, собственно говоря, наверное, нужно будет задавать следующий вопрос, хотя можно спросить его, как вы относитесь к мастурбации, какую роль она играет в вашей жизни. Это позволяет человеку поразмышлять на этом довольно свободно и позволяет, скажем так, больше собрать гораздо информации. Следующее – это умение сохранять принцип нейтральности в работе с парами. И тот, кто из вас обучался или занимался или занимается семейным консультированием, вы знаете о том, что это очень важный, ключевой навык семейного консультанта, чтобы не было дисбаланса, не возникало искушение союзничества, которое может довольно сильно исказить работу и поставить ее вообще в тупик. Вот в сексологии тоже это очень-очень важно. Если вы будете работать с парами, в принципе нейтральности крайне необходимо им владеть. Следующее – это иметь современное и адекватное представление о биопсихосоциальной природе сексуальности человека. Об этом я уже чуточку раньше упомянул, о том, что у вас у самих должно быть устойчивое и современное, и адекватное представление об устройстве сексуальности. На тему сексуальности очень много искажений мифов, которые в буквальном смысле… Эта тема, она очень горячая. О ней любят писать, говорить, рассказывать, показывать. Средства массовой информации активно ее муссируют, эксплуатируют. И оттуда, скажем так, много слышится такого, что на самом деле представления о сексуальности искажают и от чего люди страдают. Ну, в частности, например, на стандарты красоты или так называемые мачо-установки, какие установки, как должен сексуальный человек функционировать, которые в различных журналах, сайтах, в порнографии очень-очень много этих искажений. Вот. И человек, собственно, их вам принесет, если вы будете в этой области работать, он их принесет, он будет об этом говорить. Некоторые он будет частично… Он будет признавать, что они, возможно, неадекватные. Но многие из этих представлений он будет считать за абсолютную правду. Для того, чтобы вы могли ему помогать, у вас должна быть у самих устойчивая, правильная, корректная картина сексуальной организации человека. Здесь указана ее природа, биопсихосоциальная. Она действительно такая сложная, она многомерная. Вот эти три, все вот эти три фактора, мы о них чуточку дальше поговорим. Значит, ну и, наконец, умение открыто и свободно и непредвзято разговаривать о сексуальности, называя вещи своими именами. Ну и, наконец, умение находить эффективные решения. Умение находить эффективные решения. Вот такие ключевые навыки консультанта. Значит, вот здесь есть такая табличка, что, по мнению клиентов, они наиболее ценят в поведении терапевта. Я сейчас немножко замолчу, посмотрите, почитайте. Вот такие вот качества были отобраны клиентами. Они вот так вот распределены по важности и значимости. Я надеюсь, что это будет вам тоже полезно. Значит, как помогать человеку, людям рассказывать их сексуальную историю, а именно это люди будут делать, если для этого будут складываться благоприятные условия. Значит, существует глобально два подхода. Первый – это структурированный подход или формальный. У него есть свои достоинства, свои недостатки. Значит, первое – он полезен при ясно обозначенной проблеме. Когда человек об этом говорит открыто, вы можете сразу сказать, что, ну, окей, хорошо, нам тогда нужно с вами пройтись по определенным вопросам, мне нужно получить ответ и поможет сложить какую-то картину. Он помогает четко ориентироваться. То есть, когда у вас есть некий план, есть структурированный план, вы можете по нему полномерно двигаться, и, в общем-то, это помогает не заблудиться. Он помогает четко ориентироваться. Следующий – он помогает упорядочить мышление консультанта, и в самом начале, когда вы приступаете к обучению сексологическому обследованию, он может вообще здорово помогать, пока он не станет неким вашим внутренним инструментом. Поэтому он помогает хорошо упорядочить мышление, особенно на ранних этапах работы. Он дает стройную, обширную картину. Вы расспрашиваете о разных сторонах социальности и жизни человека. В общем, получается довольно комплексное видение. Но он бывает громоздок и избыточен. Человек может сказать, я не знаю, зачем мне задать эти вопросы. Ну, для чего? Они ко мне никак не имеют никакого отношения. А вы задаете их, потому что они в плане есть. И вроде, с одной стороны, это важно и нужно. И, может быть, там мы что-то и выловим, но человек может не очень понимать, иногда даже раздражаться, когда начинают засыпать его разнообразными, на его взгляд, избыточными и ненужными вопросами. Поэтому он громоздок и избыточен. Ну и есть риск формализации работы. Человек скажет, у меня есть ощущение, что вы заполняете там свои какие-то протоколы, вместо того, чтобы разговаривать со мной. Ну, как и у всякого подхода к беседе, к клиническому интервью, у всех стратегий есть свои достоинства, свои недостатки. Вот у структурированного подхода он такой. То есть теперь о том, а если разговаривать с человеком не структурировано, человек будет рассказывать о каких-то элементах своих переживаний, и вы из них будете складывать, как из элементов пазла, какую-то целую картину. Это бывает полезно при нечетко заявленной проблеме. То есть когда во время беседы с человеком, то там, то сям, как-то, в общем, эта тема поднимается ближе к поверхности, или поднимается совсем на поверхности. Вы можете как-то за это зацепиться и его об этом спросить. Но вы понимаете, что в настоящий момент не нужно сильно погружаться. Вы себе где-то каким-то образом это откладываете. Поэтому он полезен при нечетко заявленной проблеме. У него есть минусы, есть тоже плюсы. Он требует опытности терапевта. Есть высокая вероятность, выходя в это открытое плавание, открытое море сексуальности человека, в нем заблудиться и потеряться, не имея некой внутренней, некого ориентира и некоторой структуры. Про что рассказывать? А про вот это надо его спросить, а про вот это тоже не очень понятно. Есть риск упустить важную информацию. Когда человек начинает рассказывать как-то свободно свою историю, высокое искушение за что-то схватиться и уйти в какое-то параллельное ответвление, потом вдруг обнаружишь, что на самом деле вот это пока неизвестно, вот это неизвестно, про вот это не спросили, об этом не поговорили. Но у него есть также плюсы, потому что это фокус внимания на ситуации и переживаниях самого человека, не на структуре, да, а на том, что, собственно говоря, рассказывает человек, его можно за это как бы брать, зарасспрашивать, уточнять, вот, и вы все время на этом прикованы. Ну и, наконец, сформируется конкретная жизненная история человека, а не заполняется некий протокол. Вот, поэтому вот можно понимать, что разговаривать с человеком можно и так, и так. Конечно же, истина где-то, как правило, посередине. Я считаю, что начинать, только начинающему специалисту полезно иметь где-то под рукой некое структурированное интервью, вот, но по мере набирания опыта и усваивания, да, интериоризации этого интервью, вот, превращения в свой инструментарий внутренний, конечно, уже следует разговаривать с человеком, слушая его историю. Значит, сейчас я расскажу о, там, двух таких стратегиях, которые широко используются в психологии, они могут быть вам тоже удобны. Это тоже такие стратегии, стратегии работы. Первый называется «Плиззит подход». Он предложен был Джеком Анненом в 1974 году. Он представляет собой мнемонику или аббревиатуру вот из четырех таких, четырех компонентов. Значит, первое – это permission, это разрешение. Подразумевает под собой следующее. Когда вы сообщаете, когда вы говорите клиенту, то есть первое, что вам нужно дать клиенту понять, что вы готовы с ним разговаривать о сексуальности. Каким-то образом это сделать, спросив его, задав ему на эти темы вопросы, поразмышляв на его глазах о чем-то, о том, что это, возможно, как-то может отражаться на этой области жизни. В общем, вам нужно как-то транслировать эту идею, которая будет служить для него таким входным билетом. Ага, понятно. С этим человеком можно разговаривать, можно произносить слово «секс», можно разговаривать на эту тему. Это такой шаг, который называется permission, разрешение. Следующее. LI – это limited, четкий вопрос, четкий ответ. Человек задает ему вопрос, дайте ему на этот вопрос конкретный ответ. Не нужно здесь злоупотреблять информацией, разговаривайте с человеком по существу. Следующее. SS – это specific suggestions, если я правильно произношу это. Вот, SS – конкретная проблема, конкретное решение. Значит, у нас, ну, у людей, которые работают в области сексологии, у любого специалиста в области психического здоровья, в общем-то, есть какие-то уже внутренние представления, внутренние рецепты для решения той или иной проблемы. У сексологов они тоже есть. Конкретная проблема, конкретное предложение, конкретное решение. Если, например, человек пришел в состояние депрессии, он принимает антидепрессанты, например, селективный ингибитор обратного захвата серотонина, и при этом выясняется в разговоре, что у них в паре страдает сексуальная жизнь, потому что эрекция не возникает, или она возникает нестойко, или мужчине или женщине трудно достичь оргазма, и вы узнаете о том, что это связано с приемом СИУЗС. Вы можете об этом так и сказать, что вы знаете, вы принимаете это лекарство. Известно про это лекарство, что оно в значительной степени влияет на сексуальность. Я вам рекомендую поговорить на эту тему с лечащим врачом для того, чтобы, возможно, пересмотреть терапию, может быть, уменьшить дозировку, или как-то перейти на другое лекарство, если для вас это настолько важно и значимо. Конкретная проблема, конкретное предложение. Ну и, наконец, четвертый пункт – это интенсив терапия, интенсивная терапия, если это необходимо. Вообще, как заявлял Аннон, его клиническая практика в целом это подтверждает, что на самом деле первых трех шагов практически до 80-90% сексологических запросов, их достаточно, можно помочь человеку, я не говорю, что абсолютно полностью разрешено, но помочь человеку с помощью вот этих вот трех шагов. Четвертый шаг – интенсивная терапия, она показана тогда, когда человеку этого недостаточно. Следующее, что вы могли бы взять на вооружение, так называемый LAB-подход, он расшифровывается как Learning Attitude Behavior, знание отношения поведения, это тоже такая внутренняя модель, модель, ну, которая поможет вам организовать расспрос человека. Значит, LAB-подход, он помогает исследовать сексологическую ситуацию в хронологическом порядке от ранних периодов к текущему жизненному периоду человека и от когнитивного измерения к поведенческому. Значит, начать его, он реализуется в практике следующим образом. Человекам нужно сначала его спросить, собственно, а когда он об этом узнал. Да, мы все что-то узнаем о сексе, оттуда, отсюда, где-то прочитали, кто-то рассказал, где-то увидели, услышали. Вот, и, в общем-то, для всех людей есть некоторый источник информации. Можно, например, тут есть клинический пример, связанный с мастурбацией, можно человека спросить, когда вы вообще впервые об этом узнали, и как вы об этом узнали. И человек, наверное, об этом вспомнит. Это, в общем-то, довольно безопасно. Никто его не спрашивает о том, что он как делает, напрямую делает, занимается ли он, мастурбирует ли он сейчас. А о том, что когда это было, и откуда он это узнал, в общем-то, поговорить, почему бы не рассказать, почему бы не вспоминать. Вот. И это, в общем-то, делает вот этот LAB-подход, он помогает в том числе обезопасить, снять напряжение, снять тревоги и страх для клиента. Итак, вы начинаете с исследования знаний, откуда человек узнал о той или иной стороне сексуальности. Дальше вы его спрашиваете, окей, когда вы об этом узнали, как вы к этому отнеслись. То есть, когда вы узнали о мастурбации, вы об этом услышали, что вы об этом подумали. В общем, человек может сказать, ну, вы знаете, меня это напугало. Мне сказали о том, что я от этого могу стать сумасшедшим, ну, или там дурачком, или волосы у меня начнут расти на руках, на ладонях. Меня, конечно же, это напугало, когда был маленький. Сейчас я, ну, мы спрашиваем, да, как вы относитесь к этому сейчас. И человек говорит, ну, конечно, с тех пор я там пересмотрел свою точку зрения. Но вы знаете, тем не менее, все равно меня это в какой-то степени смущает. И вот тут мы уже подходим к его, какое мастурбация место занимает его текущей жизни. Мы задаем ему, да, присутствует ли она сейчас, какое она место ручит. Вот такой вот LAB-подход. Learning Attitude Behavior. Знания, отношения, тогда отношения, сейчас текущее поведение. Вот. Значит, ну, раз заговорили про мастурбацию, вот есть такая интересная таблица, может быть, она тоже будет вам чем-то полезна. Это тоже как пример, ну, такого, в общем, современных знаний, статистических, достоверных. Вот, они справедливые на 94-й год. Это было масштабное американское исследование. Давайте я тоже заболчу, буквально 15 секунд, посмотрите. Окей. Итак, ну, и последнее, на чем мы завершим этот лекцию, да, это граница компетенций. Ну, в общем-то, область сексуальности очень большая область. Она, у нее есть свои биологические основы, фундамент, у нее есть психологические проявления, отражения и психологические компоненты. Безусловно, там целое море социальных взаимодействий, рисунков, из которых складываются складывающие отношения людей. И, в общем-то, все это очень много. И там, взваливать на себя все это целиком, это непосильная ноша. В общем, надо понимать свои собственные границы. Важно понимать границы аномального и нормального. здесь вот, например, приведено, вам может в этом помочь, ну, как минимум, определение Всемирной Организации Здравоохранения сексуального здоровья, которые уже обозначают очень важные моменты, которые могут служить некоторыми критериями оценки получаемой вами информации. Вот. Значит, я не буду сейчас его зачитывать, я выделил там три основных компонента, которыми вы можете пользоваться. Первое, это способность к наслаждению и контролю сексуального поведения в соответствии с нормами социальной и личной этики. То есть, это способность к наслаждению и контролю сексуального поведения. Следующее, это свобода от страха, стыда и вины и от ложных представлений, нарушающих сексуальное взаимодействие. Ну, и, наконец, отсутствие органических заболеваний, расстройств, недостаточности и мешающих осуществлению сексуальной функции. Ну, это такие более или менее общие, но все-таки важные, значимые ориентиры психосексуального здоровья, выходя за пределы которых, вы уже можете приходить к выводу, что, похоже, здесь речь идет действительно о проблеме, а не о псевдопроблеме, которая достаточно часто случается в сексологической практике. Она связана, в первую очередь, с искаженными представлениями человека о нормальности. То, что с ним происходит вообще-то нормально, но он почему-то считает, что это ненормально. Или его партнер считает, что это ненормально, и вот они в кабинете или он в кабинете. Следующее, значит, диагноз. Ну, окей, допустим, вы обнаружили, что речь идет действительно о каком-то отклоняющемся, ненормальном, аномальном и, возможно, патологическом явлении. Что же делать дальше? Ну, тут, надо сказать, что диагноз имеет право выставлять только врач. Однако, тем не менее, практикующий психолог может использовать в качестве ориентира современные классификаторы болезни МКБ и ДСМ для формирования диагностической гипотезы. Именно диагностической гипотезы. Важно понимать, что, несмотря на хорошую и удобную практику, многие современные врачи, большинство, государство обязывает формулировать диагноз на языке МКБ-10, но это несовершенный классификатор, и ДСМ несовершенный классификатор, и с точки позиции сексологов к этим классификаторам есть претензии. Первое, в частности, что этот классификатор ориентирован на патологию, второе, что он ориентирован на индивидуальное функционирование и почти не учитывает нюансы партнерских взаимодействий. Однако, для какой-то ориентации в ситуации, выдвижения диагностической гипотезы, пользоваться этим можно. Исходя из биопсихоциальной природной сексуальности, психолог может и должен оценивать и помогать именно в психосоциальных аспектах. А биологический аспект проблемы его следует учитывать и перенаправлять пациентов для его решения компетентным специалистам. Это психиатр, уролог, гинеколог, дерматовенеролог, эндокринолог или репродуктолог. Мне кажется, что это основной такой набор специалистов, которым вы могли бы отправить пациента для того, чтобы разобраться в жалобах, которые он предъявляет. Они как-то завязаны на его физические нарушения, на эндокринные нарушения или какое-то хроническое заболевание и тому подобное. Вот, собственно говоря, то, что мне хотелось бы сказать, хотя я вышел за границы временные, тем не менее, зато рассказал то, что хотел, то, что считал важным и полезным. Тут есть какая-то информация обо мне. Оставлю на этом. Что хотел сказать, сказал, и я готов ответить на вопрос, если у нас для этого есть время и пространство. Да, пожалуйста, можете задавать вопросы. Презентация будет доступна после лекции. Мы обязательно ее сохраним для вас. Андрей, вы можете свернуть экран, если идут вопросы. Вы можете задавать вопросы в чате или включайтесь, пожалуйста, голосом. Ну, вот вопрос, давайте, я вижу его в чате. Прекомендуйте, пожалуйста, современную литературу по данной теме. Современная литература по данной теме. Ну, я в основном опираюсь на зарубежную литературу, и что я мог бы вам посоветовать. Эта книга называется «Когнитивно-поведенческая терапия сексуальных дисфункций». Давайте-ка сейчас напомню, кто у них автор. Сейчас, секунду. Значит, есть из наших русскоязычных авторов это профессор Доморадский. У него книга называется «Медицинская сексология». Также у него есть книга «Подростковая сексология». Из более старых авторов это Васильченко. Многие вещи, конечно, там пересмотрены, но он очень хорошо рассказывает именно о биологических аспектах. Она довольно сложно читается, она довольно такая громоздкая и современная. Наверное, для психолога нам будет, для врача, мне кажется, не очень уютная для чтения, но она очень такая насыщенная информация. Но в основном я, конечно, да. Из современных, вот я сказал, Доморадский, он относительно недавно был издан. Вот их две книги. Первая – «Медицинская сексология», там хорошо изложены современные позиции, современные видения. Подростковая психология, в ней, в общем, хорошо рассказано о развитии сексуальности и проявлении сексуальности, дебюте, наверное, такого наиболее заметного, яркого сексуального поведения в подростковом возрасте. Из зарубежных авторов. Так, ну, «Когнитивно-поведенческая терапия сексуальных дисфункций», авторы Метц и Барри Маккарти. Это вот такой довольно заметный американский специалист в области сексологии. Есть хорошая книга «Сексуальность и расстройство», автор ее Майк Абрамс. Она тоже, к сожалению, только на английском языке. Но это то, что, ну, с современными средствами перевода, я думаю, что она нехорошо, легко написана. Да, вот задайте вопрос по поводу эволюционной, каково предназначение гомо- и бисексуальности. Я не знаю, справедливо ли ставить этот вопрос таким образом, потому что до сих пор на самом деле существует там ряд гипотез происхождения иных ориентаций. И ничего пока достаточно убедительного на эту тему не найдено, не собрано. И видимо вопрос о том, адаптивна ли вообще в принципе иная форма ориентации, он, наверное, изначально не совсем корректен. То есть такие иные формы ориентации наверное их не следует рассматривать как формы приспособления и формы адаптации. Опять-таки этот вопрос до конца не решен. Есть сторонники, которые усматривают например в гомосексуальности в том числе некоторые адаптивные преимущества. Были предположения о том, что люди гомосексуально ориентированные они больше вкладывают в воспитание своих ближайших родственников и да в некоторых культурах это в общем-то даже введено в некую культурную традицию, но это скорее попытки как-то немножко притянуть за уши скажем так, что современные пока эволюционные психологи до конца. это загадка на которой очень часто эволюционным психологам указывают и спрашивают это как объяснить я вот не знаю как объяснить литературу да я напишу сейчас не буду это делать надо закопаться Андрей очень просит и хотят больше узнать о предстоящем курсе можете рассказать да вот как Галина уже упомянула будет три модуля один три модуля по 12 часов правильно я да три модуля по 12 часов один будет в ноябре другой в декабре в январе первый будет посвящен мужской сексуальности и нарушениям и подходам к терапии второй будет про женскую сексуальность и нарушение терапии и третий будет про партнерские отношения партнерские сексуальные дисфункции и работаю с парой собственно говоря вот я не знаю что вы хотели бы еще про это узнать он будет включать в себя там три четырехчасовые такие каждый модуль будет встречать в себя четырехчасовые встречи ну будет не менее насыщенно с примерами да будут клинические примеры кейсы так называемые как сейчас называют благодарят за информацию спасибо большое психосексуальный аспект курс посвященный расстройству он будет ну понимаете как бы для того чтобы рассказывать о расстройствах нужно изначально рассказать о природе сексуальности чтобы понять что там в этой природе идет и не так в какие моменты из-за чего и почему поэтому безусловно он будет начинаться с происхождения и некой современных представлений о сексуальности мужчин и женщин и пары ну а дальше будут рассказываться на его нарушениях ссылку на подробное описание курса мы отправили там уже можно зарегистрироваться и принять участие да интересуется фокус патологии я не очень я не очень понимаю чем вы меряете глубину она ну смотрите моя задача я могу рассказывать о разной глубине нарушений вопрос будет ли это ну полезным потому что изначально этот курс организован для того чтобы вы могли как психологи насколько я понимаю да этим пользоваться конечно я буду так или иначе касаться там медицинских аспектов там биологических аспектов ну скорее их просто обозначаю что они имеют место быть откуда вообще они там эти психологические переживания человека рождаются вот но скорее фокус будет на психосоциальных аспектах но про биологию тоже немножко буду рассказывать я вот для себя наверное этим определяю глубину если вы также определите невротические расстройства или же глубина нарушений с которыми я не работаю работаю нет я ясно как-то сказать я не буду касаться психотических нарушений я не буду касаться каких-то врожденных синдромов их опять-таки да их клинической картины да я буду касаться скорее невротических выражений наверное так обычный запрос обычных людей точно добрый день можно задать вопрос голосом потому что поняла скажите пожалуйста можно ли будет на курсе рассмотреть вопросы которые всплывают в процессе терапии с клиентами ЛГБТ трансгендерами другими вот такими запросами я работаю с людьми да как цис гендерной организации да трансгендерной организации я работаю с людьми гетеросексуально ориентированными и не гетеросексуально ориентированными да мы можем об этих вопросах свободно разговаривать я чем смогу как смогу постараюсь ответить и разъяснить. Можно ли будет мне задать конкретные вопросы, с которыми я столкнулась в процессе терапии с теми или иными клиентами? И так, чтобы вы помогли мне, очень важно было бы узнать ваше видение, ваше мнение, что делать в конкретном случае каждого запроса. Да, мы обязательно... Я обязательно буду оставлять время для некоторых таких интервизий и разборов ваших. Спасибо. Ну что ж, будем благодарить Андрея за уделенное время, компетентную информацию, большую подготовку за то, что он предоставил не только теоретическую информацию, а вы могли сами для себя выбрать какие-то моменты и в том числе статистику запросов, на что опираются клиенты, это все можно уже использовать сейчас в вашей работе, надеемся, что вы выберете наш курс и можете к нему присоединиться уже 15 ноября. Также благодарим вас за присутствие, также было очень интересно, полезно, благодарим Андрей. до следующего дня вгérie, до следующего дня. Спасибо, Бабе. Спасибо. Продолжение следует...